В Ереване заявили, что армянские власти обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в Ереванском аэропорту. Как бы вы могли прокомментировать эти заявления? И как вы считаете, в чем сейчас целесообразность и необходимость таких действий армянской стороны? Спасибо. Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство. И премьер-министр Пашинян, и спикер армянского парламента, и другие деятели заявляют о том, что все, что происходило между Арменией и Россией с 1991 года, было ошибкой. Достаточно показательные выступления официальных лиц. Ну и отсюда же из этой же логики следуют оценки деятельности ОДКБ, которая якобы не выполнила свои обязательства перед Арменией. Отсюда же заявление официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению. Ну и прочие характеристики нашей страны, как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха. То, что это является ничем иным, как, ну давайте называть своими именами ложью, это, наверное, всем, кто мало-мальски интересуется происходящим и тем, что происходило за последние годы, достаточно очевидно. Вопрос возникает о том, с какой целью эта откровенная ложь внедряется в сознание, ну во-первых, самого армянского народа, а во-вторых, в сознании тех, кто вот извне наблюдает за проходящими процессами, потирает руки и, конечно же, не скрывает того, что Россию надо убрать из региона Южного Кавказа. Это те самые политические инженеры, которые привыкли из своих апартаментов руководить всем миром и которые ни разу, нигде, ни в одной части мира не принесли никому пользы. Посмотрите весь список американских авантюр, ну за последние можно и 50 лет посмотреть. Вьетнам, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Где стало лучше? Разрушено государство, уничтожено социально-экономическое благополучие, которое было характеристикой той же, скажем, ливийской Джамахирии. Где достигнуты задачи, которые были продекларированы Вашингтоном и его союзниками? Знаете, даже маленькая страна под боком у американцев, Гаити, за которой они приглядывают, еще начали приглядывать задолго до создания ООН, где-то лет 100 назад. Это до сих пор самая нищая страна, страна с огромным уровнем преступности, грязная, где постоянно какие-то передрязги. И американцы уже пытались несколько раз Совет Безопасности ООН подключить к тому, чтобы там хоть как-то навести какой-то элементарный порядок. Даже в последнее время пропихивают идею направления туда миротворцев из Кении. Но еще раз подчеркну, что они давно этим занимаются, ничего у них не получается. Поэтому о том, насколько полезным будет внедрение американцев, англичан, европейцев в район Южного Кавказа, у нас есть собственное представление, которое опирается на факты, на предыдущий опыт. Понимание этого есть и у других стран региона, кстати сказать, Южного Кавказа и соседей Южного Кавказа. Но вот видите, в Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей. Анастасия Домбицкая, коммерсант Сергей Викторович. В последние недели мы наблюдаем активизацию контактов Баку и Еревана, и буквально на днях прошла встреча на европейской площадке в Берлине. И вопрос такой, сообщала ли азербайджанская сторона России о том, что такие переговоры готовятся и что она собирается принимать в них участие? И говорили ли вчера с азербайджанским коллегой об этом на ваших двусторонних встречах? У нас регулярный диалог с азербайджанскими коллегами. Они подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые были приняты между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации. Ну и в отношении, собственно, подготовки мирного договора. По всем трем направлениям мы оказываем содействие нашим коллегам. У нас есть посол по особым поручениям, который работал и в Ереване, и в Баку. Совсем недавно он снова побывал в столице Азербайджана. Что касается визита в армянскую столицу, то пока наши коллеги в Ереване не подтвердили его. Что, собственно, отражает ту тенденцию, которую я только что упомянул. Мы знаем о тех встречах, которые проводятся между министрами Армении и Азербайджана под эгидой различных западных деятелей. В последний раз это было под эгидой Анны Лены Бербок, как я понимаю. Я поинтересовался о впечатлениях моего азербайджанского коллеги, когда с ним встречался. Ну, как-то оставлю лучше его ответы при себе. Прогресс, на мой взгляд, будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности высших руководителей России, Армении и Азербайджана. И здесь, повторю, те заявления, которые звучат на ежедневной основе из-за уст армянского руководства, конечно, заставляют как-то задуматься над тем, что в реальности происходит и как это необходимо учитывать в наших практических шагах. Сергей Викторович, мы в свое время достаточно большую роль сыграли в освобождении Германии от нацизма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!